Энтузиасты из нами разработали советское спортивное купе на базе агрегатов ЗАЗ-965А или же Запорожит, собиравшееся малой серией в 1963-1969 годах с использованием производственных мощностей московского завода автомобильных кузовов. Транспортное средство отличалось выносливостью мотора и внушительным перечнем оснащения. Автомобиль был построен по формуле 2 плюс 2. Если говорить подробнее, то в салоне было предусмотрено два взрослых и два детских места, позволявших передвигаться с комфортом семейным паром, испытывая исключительно положительные эмоции от динамики авто. Слабенький двигатель с мощностью 27 л.с. разгонял автомобиль спорт 900кд увереннее, чем запорожец. Стоит отметить, что авто оснащалось четырехступенчатой механической коробкой передач, передняя подвеска на поперечных торсионах с двойными продольными рычагами и пружинная задняя с качающимися полуосями. Кузов автомобиля, каркасно-панельный, с рамно объединенной несущей системой, лонжеронная рама из стальных труб, конструктивно объединенная с пространственным каркасом из тонкостенных труб и стеклопластиковой обшивкой, выполненной методом контактного формования из армированной стеклорогожей полиэфирной смолы. Благодаря рациональной конструкции кузова и использованию стеклопластика автомобиль получился очень легким, масса самого кузова вместе с рамой составила чуть более 100 кг. При этом большое внимание было уделено обеспечению пассивной безопасности, пассажирский салон был окружен мощными трубчатыми дугами, предохраняющими водителей и пассажиров в случае столкновения, а оконечности кузова представляли собой зоны энергопоглощающей деформации. Добиться улучшения показателей динамики удалось за счет использования аэродинамических обвесов. На выбор покупателей было предложено несколько цветовых решений о делке экстерьера. Но история показывает, что больше всего владельцам нравилось купе красного цвета. Всего было выпущено шесть подобных транспортных средств. В настоящее время точно известно только о двух сохранившихся машинах, находящихся во владении частных коллекционеров, которые берегут спорткары, регулярно технически обслуживая их. А вы и хотели бы прокатиться на отечественном спорткаре, напишите в комментариях.